Добрый день! Вы смотрите выпуск новостей. С вами Егор Матаев. Начну с главных тем. 55 человек эвакуировали из аварийного дома в Барнауле. В двухэтажном здании возникла угроза обрушения фасадной балки. Подробности через несколько минут. Воспитателя года выберут на этой неделе в краевой столице. На региональный этап вышло 15 участниц. Какие задания предстоит выполнить конкурсантам? Барнаульские поэты делятся своим творчеством не только в социальных сетях, но и устраивают живые выступления. На одном из них побывала наша съемочная группа. 55 жителей Барнаульского многоквартирного дома по улице 1-я Западная, 51, экстренно эвакуировали из-за возможности обрушения здания. Сообщение об угрозе поступило в диспетчерскую службу в 21.20. На место немедленно выехали сотрудники спасательной службы, руководители администрации города и Октябрьского района, полиция и медики. Из аварийного здания самостоятельно вышли 11 человек. Сотрудники МЧС при помощи подъемника из дома успешно эвакуировали 12 человек, в том числе двоих детей. Спасатели провели демонтаж балки, а также укрепили конструкции. В дальнейшем здание будет дополнительно обследовано специалистами. В настоящее время 7 человек размещены в пункте временного пребывания по адресу Тимуровская, 23. Другие жители аварийного дома остались у родственников, пострадавших нет. Добавлю, дом признан аварийным с февраля 2019. Ремонт был полностью нашего дома. По факту нам заменили только крышу, которая протекала. А в данный момент я два раза писал уже в прокуратуру, в администрацию, у меня ответы есть ихние, что нас затапливает и из-за этого дом рушится. Вот итог сейчас нам подпенили и думали, что вот эта пена будет держать дом. Стало известно, что Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело в отношении лиц, ответственных за расселение дома. Их обвиняют в халатности. Продолжаем выпуск. Виктор Томенко освободил от занимаемой должности представителя губернатора и краевого правительства в Алтайском Заксобрании Стеллу Штань. Назначение нового представителя планируется провести в ближайшее время после подбора и оценки кандидатур. Проведение всех необходимых проверочных процедур и консультации с руководством регионального парламента. Об этом сообщает пресс-служба главы края. Я напомню, Стелла Штань была задержана 31 марта. Ей предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. И к другим темам. В Барнауле продолжают подготовку к пропуску талых и паводковых вод. Рабочие автодорстроя завершили очистку от льда и мусора, решеток, дождеприемных колодцев и ливневой канализации. В апреле дорожная служба города приступила к следующему этапу работ – очистке дорог от грунтовых наносов. Всего же у них на обслуживании 1386 колодцев ливневой канализации. Дорожники в течение всего весенне-летнего сезона ведут постоянный мониторинг состояния ливневки и обеспечивают ее работоспособность. Подчеркнули в Автодорстрое. В районах Алтайского края разработаны планы эвакуации сельскохозяйственных животных на случай паводка с целью сохранения поголовья скота и птицы. Разработан специальный план, в рамках которого в районах ведется оповещение населения о расположении мест эвакуации для сельскохозяйственных животных. В том числе из личных подсобных хозяйств формируется необходимый запас кормов. В случае волны паводка предусмотрена организация эвакуации животных в отведенные места. Я напомню, в потенциальную зону подтопления попадают 182 населенных пункта в 39 районах края. Там содержится 76 тысяч голов сельхозживотных, а также 11 тысяч голов птицы. В четвертый раз в Алтайском госуниверситете состоится заседание ролевой игры «Евразийская модель ООН». Задача участников – представить различные страны с их проблемами. А в ходе дебатов и дискуссий предлагаются варианты решения различных ситуаций. Тему продолжит Дмитрий Дроздов. «Евразийская модель ООН» – сплав конференций и ролевой игры, во время которой каждый участник сможет внести собственный вклад в решение глобальных проблем современности и познакомиться с особенностями работы Организации Объединенных Наций. Взаимодействие школьников и студентов будет заключаться в выступлении от имени определенного государства, например, от Российской Федерации или, например, Франции, зачитывание ее официальной позиции по тематике того или иного комитета и в дальнейшем уже разработка резолюции, которая будет отправлена в Нью-Йорк, в штаб-квартиру ООН». На форуме организовали работу трех комитетов. Это Генеральная ассамблея, Совет безопасности и Совет безопасности исторического комитета. Решение проблем в этих направлениях придумывают сами участники. Для этого им необходимо наладить взаимодействие всех комитетов Организации Объединенных Наций. «Это очень важно, чтобы изучать, как правильно провести дискуссии, найти компромисс именно в личной жизни и именно на международном уровне. Это очень важно, чтобы найти компромиссы, чтобы отношения именно между разными странами развивались благополучно». Одни из важных тем дискуссий – это предотвращение террора, соблюдение между странами гуманитарных прав и прекращение военных действий в разных государствах. Алтайская ассамблея продлится три дня. И, может быть, этого хватит, чтобы студенты и школьники решили эти проблемы. Дмитрий Дроздов, Денис Кузьменко. Новости. Воспитателя года выберут на этой неделе в Краевой столице. На региональный этап вышло 15 участниц. Они должны пройти три этапа, провести с детьми занятия, мастер-класс и рассказать коллегам о своей педагогической находке. «Я представила педагогическую находку нетрадиционной техники рисования. Это очень обширная тема, в ней очень много техник. Например, прозрачный мольберт. Это очень завораживает детей. Это стекло, не бьющиеся дети, рисуя на нем, развивают свои творческие способности». Конкурс «Воспитатель года» – площадка для обмена опыта между работниками дошкольных учреждений уже 15 лет. Система образования каждый год меняется, а педагог должен успевать за новыми тенденциями в этой сфере. Уметь создать интересную развивающую среду для ребенка. «Почти тысяча только детских садов в Алтайском крае. Это почти 10 тысяч сотрудников и 100 тысяч семей, которые приводят детей ежедневно в детские сады. Поэтому, конечно, возможность на конкурсе выявить лучшие практики, создать движение новаторства у воспитателей наших детских садов позволяет нам сделать этот конкурс». Звание лучшего воспитателя – условность. Поэтому каждая из участниц уникальна в этой сфере. Призовых мест не одно, а целых три. Абсолютный победитель получит 200 тысяч рублей и право принять участие на всероссийском этапе конкурса «Воспитатель года». И к новостям культуры. Барнаульские поэты делятся своим творчеством не только в социальных сетях, но и устраивают живые выступления. На одном из них побывала наша съемочная группа. Бушующие чувства сложно бывает выразить словами. Тогда молодые люди облекают их в поэтическую форму и выходят на сцену. Так в 2017 году прошла первая встреча «Оттепеля», которая переросла в полноценный творческий проект. «Мероприятия начали проводиться, потому что мне хотелось познакомиться со творческими ребятами Барнаула, попасть в эту атмосферу». Встречи проходят один раз в месяц. Правда, в пандемию видеться лично не получалось. За это время у авторов накопилось много произведений, которыми хочется поделиться. «Я выступаю вообще сегодня первый раз. Я до этого писала, скажем так, в стол. И, ну вот, я была на «Оттепеле» на самой первой. Все. Больше я не была ни на каких мероприятиях. Сегодня для меня это большой шаг сюда прийти». Организаторы объявляют о новой встрече в социальных сетях за несколько недель. Тогда авторы отправляют им заявки и после отбора попадают в списки выступающих. «Я начала писать где-то в 2018 году, когда только-только начали пушевать какие-то эмоции, чувства, когда захотелось это все передать и через песню разговаривать так с людьми. В площадке есть, их довольно-таки много, но многие непостоянные держатся на энтузиазме тех, кто выступает и, в принципе, организовываются с такими же творческими людьми». Проект существует четвертый год. За это время многие авторы выросли вместе с ним. От первого робкого выступления на публике они перешли к публикациям в известных поэтических журналах и к собственным сборникам стихов. «Мама, знаешь, я вовсе не того, что стоит верить. Я хожу на ощупь, наугад выбираю двери. Здоровый дух явно не в этом теле, если в этом теле вообще есть какой-то дух. Только лучше так, чем еще одним суррогатом. Если мне придется, мама, я буду матом. Просто, знаешь, мама, для меня весомейшая награда. Это если вначале собьюсь, а человек из зала напомнит мне дальше текст». Юлия Шеламова, Алексей Михайлов. Новости. На телеканале «Катунь-24» продолжается акция «Угадай начало ледохода». Конкурс проводится на странице телеканала в Инстаграме. Тот, кто назовет время, приближенное к дате и времени начала ледохода в районе Нового моста в Бурнауле, получит главный приз – Яндекс.Станцию от телеком-оператора Дом.Ру. Тому, кто займет второе место, достанется сертификат на домашний интернет и телевидение Дом.Ру на 6 месяцев. А третий победитель получит ящик сыра от компании «Плавыч». Также все три победителя получат призы от нашего партнера компании «Ди-Би-Эй». Следить за прямой трансляцией с речного вокзала в Бурнауле можно круглосуточно на сайте katuny24.ru На этом у меня все, эфир телеканала продолжат мои коллеги, ну а я желаю вам отличного дня, оставайтесь с нами.